В МИД-университете делят власть. Одного исполняющего обязанности ректора назначил Минздрав, другой принял на себя обязанности согласно уставу университета. Пока решаются бюрократические дела касательно легитимности, в университете разбивают двери, срывают работу комиссии от Минздрава и закрывают вход в учебное заведение, пропуская лишь избранных. Что происходит в ВУЗе, разбиралась Екатерина Банкова. Хаос, крики, угрозы и сразу два исполняющих обязанности ректора. Профессора Константина Аймедова назначили на пост в Минздраве в связи с увольнением Валерия Запорожана, а Юрий Бажора принял обязанности самостоятельно, руководствуясь университетским уставом, так как Запорожан ушел на больничный, а его увольнение коллектив Медина посчитал незаконным. Яки перебувають, під час перебування їх на лікарняному заборонено. Це перша підстава, з якої профспілкова організація університету і працівники не виконують наказ пана Янчука, який є держсоткратером МОЗ про звільнення ректора Запорожана з займаною ним посадою ректора. Приказ об увольнении Запорожана в Минздраве подписали 17 июля из-за препятствия работы комісії, которая прибыла еще 13 июля с целью проверить деятельность вуза по части выполнения статута ректора. К слову, спустя несколько дней после увольнения главы университета, члены комісії так і не получили доступ к необходимым документам. Фізично нас допустил, але жодних документів, які ми маємо працювати, як ви бачите, нам не надали. Відповідно до того, що в нас наказ визначений до кінця сьогоднішнього дня, ми будемо тут перебувати, ми написали запитки, весь той час ми писали запитки, все ж таки надати документи, щоб ми могли працювати, але жодних документів, які стосуються перевірки, нам не надали. Константин Аймедов к работе приступити не мог, його физически не пропускали в здании медуниверситета. В той день, коли нового исполняющего обязанности ректора должны были представить, в Медин позвонили с сообщением – здание заминировано. Оказалось, вложно. В УЗИ журналистам оказались не рады. Работники стали закрывать камеру рукой. Члены команды Стопкор, которые прибыли, чтобы проконтролировать правомерность происходящего, комментировать тоже ничего не захотели. Лишь на третий день Аймедову удалось попасть на рабочее место, однако изменилось мало. Приступить к выполнению обязанностей он по-прежнему не смог. На сегодняшний день идет блокирование, я не знаю где, печати университета. Сегодня из здания каким-то Власенко, который является то ли начальником какой-то охраны. Я даже не понимаю, кто он. Он отказывается дать и свои документы, отказывается дать договор охраны, свои функциональные обязанности. Ничего этого нет. Но он при этом приказывает тут всем, что делать. Кого пускать, кого нет. Вчера он на вахте сал, меня не пускать. И люди стояли, которые просто блокировали, боялись, что я сюда борьбусь. Утром 20 июля в здание пробрались активисты, которые разбили дверь и забаррикадировались в кабинете ректора. Активистов экс-ректор Валерий Запорожан назвал силовыми захватчиками. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Народный депутат Сергей Мельничук со своими бойцами руководит событиями. Ломают двери и запугивают сотрудников. Полиция бездействует. Были предупреждены о захвате и не спешат на вызов. Один из захватчиков, который есть на фото в посте Запорожана, медик Олег Лукинчук. Тоже в Фейсбуке он ответил на обвинение бывшего ректора, что как раз в это время проводил операцию. В это самое время и в этот самый день я нахожусь на своем рабочем месте в Одесском областном онкологическом диспансере по адресу Неждановой, 32, оперируя. Посмотрите внимательно на фото, уважаемые коллеги. На захват ректората это вроде не похоже. Сергей Мельничук, которого Запорожан тоже считает захватчиком, утверждает, прибыл на место, когда двери уже были разбиты. Хаос в университете объясняет невыполнением персоналом приказа Минздрава о назначении Константина Емедова исполняющим обязанности ректора. Нардеп уверен, Запорожана уволили. Вполне обоснована. Два государственных установок, два министерства, который свидетельствует эту человеку, а ему противостоит человек, которая, скажем, по последнему, эта ситуация разбиралась, несколько раз поднималась на комитете охраны здоровья, что уничтожили два гуртожитка, которые належали медуниверситету. Напомню, Валерий Запорожан фигурировал в ряде скандалов, связанных с коррупцией. Несколько раз открывались уголовные производства, однако ректора так и не привлекли к ответственности. В апреле этого года Запорожана уже отстраняли с должности за коррупцию. И через день Приморский суд Одессы оправдал ректора. На этот раз этот же Приморский суд отклонил исковое заявление уволенного ректора Анмеду. Его адвокаты обратились в Печерский суд, который и вынесет решение о правомерности сегодняшних событий.